...две флешки, пошел выход на монстр, пять игроков преимущественно находятся со стороны базы B от атаки, также три игрока. Наймпанес готова принимать этот выход, хорошие флешки, ответные флешки есть, врывается один игрок. Ай-яй-яй, не попадают. Падает дон, падает зонтик, тут у Клакса немножечко прокликало мышкам. Да, всем просто выигрывать матчи, когда ты летишь хохоча и сносишь по 30 любого соперника. На разведку. На лонгу, да, на разведочку, чтобы гранаты в него покидали. О, кстати, ой-ой-ой, а это как? А, ну так, ну хорошо, фрешки, реагировал. Я бы сейчас тебе дал ответ. Ну как, вау. Как, как? Я видел, я видел такой пробег на плюс-в, что-то мне напоминает года три назад. Да, да, такой парень, по-моему, Сергейского звали. Не по-моему, а точно. Вроде Сергейского звали, да, бегал такой. Причем смотрел почему-то влево-вверх. Да, было дело, было. Хорошо, Гловинг подфармил для себя плюс 1200 долларов. Аплодисменты от хамы мы видим в камеру. Ой-ой-ой. Донг находится рядом с ним, там в подвале. Донг, и посмотри, какой тайминг ловит Донг. Он услышал Гловинга, дает информацию. Остановились и просто вырубают Гловинга. Пять в два ситуация для Team Spirit. Остаются в живых лишь Клакс и Адисбелланс. Неплохая позиция у Клакса, но не самый хороший ганг, чтобы принимать здесь многих игроков. Найнпандас, посмотрим, сможет ли реализовать свою позицию. Нет, все-таки не регрис. Памаса и Клакс также, и Адисбелланс также. Да, Адисбелланс пойдет по своим мишеням. В итоге 50 кп убегают на лонг. Тут уже контролится все Донгом. Гловинг вместе с Адисбеллансом занимают край карты. Есть перестрелка для Гловингов. За Регала, по Чопперу, но остается красным. Александр Гловинг, есть у него на халпе Адисбелланс. Приходит еще третьим сюда. Сейз будет играть вторым номером, прячется за кабиной. Прилетает у него Смок и Молотов. Выжигают Сейзеда. Сейчас, если прилетит флешка для Дениса, то он будет. Жилет убивает Донг. Донг был 50 хп. Есть информация у Бориса по Сейзеду. Борис должен выигрывать этот дуэль. Легко выигрывает. 3 в 2 ситуация используется Найнпандас. Адисбелланс не готов был к Зонтиксу. Гловинг также красный. Бомба пока не дошла. Как о челе у нас, да. Бомба в руках у Зонтикса. И только сейчас он идет через туалеты. Очень важный дуэль. Но для Гловинга он ее тоже проигрывает. И уже 2 в 1. Диледес. Хороший стиль. Борис! Диледес! Браво! Какой же красавчик Денил. Но здесь действительно нужно похлопать. Хома вовремя аплодирует. Есть снова действие от Найнпандас. Играет агрессивно Гловинг. Адисбелланс убивает Чопера. Гловинг останавливает здесь Донг. Пока не получается у Спирит найти свою игру под длиной. В сторону базы А. 2 игрока играют через длину. И Зонтикс с бомбой идет в соло. Точнее это... Мэджикс идет в соло через туалеты. Есть первый фраг по Гловингу. Также есть информация у Найнпандаса о выходе своего оппонента. Мэджикс пытается взорвать позицию на 90. Не подставляется пока Борис. Нет информации абсолютно. Адисбелланс под флешку упускает Зонтикса. Зонтикс никого здесь не находят. Играют пассивно сейчас. Найнпандас через хлопух смог врыв. И сейчас могут ошибиться Найнпандас. Что вы делаете, мужчины? Адисбелланс не самый хороший ганн для выбивания. Нужно будет как-то забирать М-ку, которая выпала из его тиммейтов. Ну что ж, Деледес? Снова ты. Снова все на твоих плечах. Богатырских. Врывается игрок в туалет. Адисбелланс очень уверенно ставит хэдшот. Деледесу и Адисбелланс остается последним. Есть также по нему информация. Он тут его просто затыкивают со всех сторон. Ну как же, как же Найнпандас врывают смачки. Ой-ой-ой-ой-ой. Странный колл, правда. 4 в 3 выбить было бы не так сложно. Там 5 в 3 был в моменте, по-моему. В том. Ну в большинстве были... Вот смотри, они Гловинга убили, окей. Гловинг на Ланге погиб. Осталось 4 в 3, ну отдайте вы плент и ретейкните спокойно. Собрать информацию для своей команды. Сейчас сфокусирован на длину Донг. Убивает Плакс, Артфрост также. В паре с Донгом отыгрывает. И Лидес хороший хэдшот по Донгу оформляет. Гловинг также подключается и Сейдзит со Скаутом приходит. 3 в 2 ситуация. Господи, что за качели? Хороший размен. Мог на попу есть. Мачка на 9 войдет. Мог есть, хорошо. Дэпайк, дэпайк! Успель. Красиво. Пошел выход в Б-плант А. Очень быстрый. Клакса быстро сбриваются со столба. Вода тоже будет выбита. В Диледузу не получилось раскрутиться на мультикил. Ганы подобраны сейчас будут на этой воде. И смотрится спина. Очень опасно Денису будет выходить на воду. 3 в 4. Очередной сложнейший ретейк перед глазами у Nine Panthers. Здесь у Кивити у игроков защиты. Также есть киты в руках Дениса Костина. Глобинг убивает Чопера. Мэджикс здесь собирает информацию по подвалу. Услышит игрока. Под флешку от Одис Бэланса сейдзит убивает Борю. Вот это качество. Артфорд остается последним. Есть киты. Он просто вынужден уходить на сейв своего скаута. Дефать бомбу. Кричит хама. Это пятая для Nine Panthers. Браво. Это очень красивый раунд. Как мы с вами увидели. Никто не торопился. Каждый пик был сделан под флешку. Мэджикса очень долго ждали. И наигран этот овер на лайн. Глобинг играет агрессивно. Саша. Первый фраг для него. Второй. Третий. Бам. Второй. Бам. Симпл, я люблю тебя. На четвертый. Продолжение напишите в чате. Мандерлог. Работай. Четвертый. Глобинг. Четвертый фраг. Ну, хоть эко, а приятно. Попробует Бориска. А, все, он услышал, что Глобинг убежал. Нечего подбирать. Боря пытается поймать возможный пуш в подвал. Помню, я смотрел видео у кого-то на стриме от Егора Фури Морина, когда приехали состав. Самый первый лан Бори Мэджикса, Норберта. Они выиграют лан. А, там Дефа был, который в Алорант ушел. Найн Пандас вчера пришлось драться еще за этот слот. Найн Пандас вчера играли. Да, здесь. Потом против ПНД играли. Очень-очень. И три в три с выходом на Аплент. Живой Адисбэланс промахивает. Как не врегула. Его сразу наказывают. И два в три. Пробирается Диледес близок к туалетам. Его уже ждут. Как же жестко он работает. Надежно идет ретейк. Время есть. Щипцы тоже. Клакс банка. Ну и вроде, вроде сгущаются тучки над спирит. В этом ретейк будет зависеть вот от этой дуэли. Диледес выходит победителем из этого противостояния и мажет. Господи, Диледес, что он делает сегодня? Вот этот парень. Он тащит все для своих парней. О, боже, реально. Какая жесть у нас на экране происходит. Да, прикисли, прикисли. Это правда. Айдис Белл сбивает док, а Диледес также подключается. Они их все не отпускают. Те моменты, когда они взяли фарсы. И они пытаются выжимать эти раунды с пистолетами. Покупают регулярно и арморы вторые бывают. И деглы у них часто видны. Но на оверпассе как будто закончились. Силы. И 0 на 9 у Чопера. Вот так у нас развивается третья карта этого полуфинала. Хома. Флешки у Айдис Белл са. Айдис Белл са сейчас находится очень далеко от этих флешек. И вдвоем вынуждены будут принимать клакс вместе с Айдис Белл са. Клаксом зашиваются. Ай, Идиледес ошипается. Вот так погибает. Вот эту флешку вскрыли. Б сайт. И тут разворот на сейв. И вот тоже непростая судьба. Я знаю историю. И он большой молодец. Из какой, можно сказать, поп-у он выбрался для того, чтобы, знаешь, играть здесь сейчас. Молодец. Еще одна флешка от Клакс. Будут принимать с воды сейчас. опорники базы б от молотов на воду клакс убивает только клакс 3 минусы уже три минуса для дима вода или это второй раз погибает на ней без размена красным зонтик со и зонтик остается последним по нему была информация сейчас есть игрок на 9 блоге вы видите ты просто жесткую главенк сносит вообще не было шансов выжить и очередной раунд в копилку команды nine pandas артём а дисбал снова забирают длину главе сейчас могут оказать под флешечку перевезли 4 в 2 отваливается зонтикс и остается последним снайпер ну арт просто уже не привыкать и ведь в этой игре но верпать и он неоднократно уходил на сейф недаром у него восемь смертей по сравнению с тиммейтами у которых под 12 1 загрязь даже души дать деньги позволяют на один турнир там 360 потом в рамках этого этого же турнира ты едешь другую страну там 240 возвращаешься 560 очень удобно и удобно и комфортно саши главен себя чает на шарика для него также оставляет красным тонко ловинг 3кд уже имеет на первой половине решающей карты который решит нашего второго финалиста пари дуна флан пати осей за заметили или нет тут неважно а дисбаланс на месте дом красный зонтикс красный это одиннадцатый длинный пандас да уж нет ну ребят просто феноменальная игра увидел артём дает информацию пачка также лежит 36 секунд прилетает мог на банку а долг-то показывает кто здесь стрелять умеет три фрага уже для молодого игрока но надо идти других вариантов не 20 секунд остается только через длину удели дэза хорошая позиция и попахивает здесь двумя фрагами для дели дэза главное мне не счервить здесь момент вот в ряду по 1 2 рассчитались рассчитайся по одному может сезон уходить на холпук своим тиммейтам еще один смог обновляется бывает мышц она приходит сильнейший до хорошая флешка от артфроста чокеру в лицо дон к еще одного сбрить смог 0 на 14 чоке сэйзот сойдет в смачке смаках и сезон будет рвать похоже бомба не смог загинать ушел лазарь запасы мы играть там еще одного убил только что делиться с 3 2 убивает зонтик стоит остается последним это мастер ритейка с б-плэнта палец на последний зонтик и один в три бомба стоит не под зонтик со как жить непонятно убил анти леда за конечно но вы уже можно на раунд проигран двенадцать три на длину если сейчас долг отваливается то будет сложно что то делать толку прилетает по голове глобин просто король длины ему здесь нужно граффити нарисовать и вы разворачиваются на бэс мэрис это читают у мэджикса есть армор ездал берет и играет на воде сейчас будет слышать заход мэджикс первый фраг но плакс на месте не заставил себя долго остаются ситуации 2-3 зонтик убивает ловинга но плакс здесь не желез уже с всех сторон его давят 1 2 подожди они сейчас заруинят попомни мои слова зонтик с 1 хп господи есть либо 13-3 успеть успел успел его не задавал очень плохо подставляется плак дает им потом что смог не лежит и что делать три в четыре пять раз может флаг сейчас реабилитируются за прошлый пистолет ну не вот готеры забирают троих в ряд двенадцать пять за обузил террор который как раз и заблочил возможно будет врыв под флешку в ноздрю а зонтикс ее как раз таки доджит бакс убивает чопера пошла флешка здесь может зонтикс погибать стать если пол да убивает одного на получает в голову дисбелла забирает ган убивает еще и спинут он приходит на халку понимает что нет арморов играет агрессивно на дисбелла перестреливает артфрост остается последним есть по нему информация ставится пачка господи еще и позиции хороший артфрост сейчас просто убирает бог от глобинга а что еще можно сказать минус сейзер опа от аргада при поджиме будет демонстрирует может еще одного убирать но нет все-таки magic дорабатывает сам по 9 или ds хороший фраг для него чупер погибает ситуация 33 есть информация по деле дезу пачка лежит на триспе минуты 15 таймере для террористов не вижу нет он ушел 10 хп парня на b походите аккуратно добавите смок кланеры проверить все проверить подъем с водой закидали смок кланеры а я подъем дал давай на подъем прикруйте мост и старт давай мост в сторону дик не вижу на аккуратно прошил меня с воды и 9 кал опа там я смоу мост давай я право тебе заберу право смотрю право смотрите охуенно стоите да я мост не вижу сейчас право тебя раньше право убит вода забрал леву забрал стои право хорошо стоит хорошо стоит покни дальше еще один я смогу китов нет нет все все считают еще класс класс вообще нравится тс нравится тс фант бра взял право взял лево всегда вовремя это очень важная информация при постой ситуации что ты взял к мультимету чтобы деледес не двигался там да не дергал прицелы влево вправо очень много импакта вносит Саша деледеса мы уже звали он был аналитики смотри перестреливают на такой большой дистанции на дальней дистанции донга донка что что деледеса мы уже интервьюировали надо позвать Глоуинга его не было еще надеюсь нам его дадут мейн пандес вот у пан тренер живой бодрый Сейз отнышивает зонтикса в монстре ну как-то нагло пытаются спириты играть очень самонадеянно играют надеются сильно на свою стрельбу очень сильно в нее верят Мэджикс убивает из баланса но есть информация по Борису 3-1 заходят игроки команды нэн пандес клакс убивает Мэджикс чоппер на размене ситуация 2 в 2 бомба будет установлена на базе Б Глоуинг прикрывает своего тиммейта знаем мы уже какой тимспик у нэн пандес в постплент ситуациях сейчас какая-то активная идет общение 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 деньги мэджикс и все в руках зонтикс и все в руках зонтикс прямо здесь сейчас нужно раскручивать свой МП 9 3 в 2 ситуация приходит Донг на хлопу Донг пошла стрельба врывается зонтик тут раунд за спирит ну как же на тоненького сыграли спирит сейчас но дальше своего смока он не зайдет как у спирит есть игрок в клубе 2 игрока под монстр прилетает флешка ее задолжен кстати Мэджикс еще одна флешка у Мэджикс неплохая позиция но Глоуинг как же сегодня хорош Саша чоппер остается на пленте вместе с артфростом у артфрост АВП отрезан смоком 9 теперь артфрост может помочь только флешка для Лени понимают вместо нахождения Лени Глоуинг второй фраг 30 на 13 идет приходит артфрост остается Донг последним у него 48 хп видели местонахождение Донг Донг убивает пачку один в один ставить 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 надо к Тима Тима ну второй раунд не надо проигрывать так он успел поставить пачку и теперь посмотрим за моментом в тишине Донг без шансов ну вот он и камбэк пошел смотрите какой важный клатч один в два уверенности Донг он точно сейчас придаст издалека издалека таким огромным пингом начинал тут рэш бэп монстра первый фраг для зонтикса под флешки чопера этот игрок за столбом очень много флешек в себя впитал но Глоуингу это не мешает он убивает первого как же сильно мансит создает спейс для своих тиммейтов приходит на хелпу Глоуинг еще одного убивает да господи как же он хочет в этот финал Мэджикс убивает но Донг приходит на хелпу десятый раунд для Team Spirit вот и вот и 15-10 ну посмотри все сейчас будет решаться зонтикс убивает Сейзеда Мэджикс ловит флешки Мэджикс погибает опять от Глоуинг да что это такое 4 в 3 ситуация есть Донг в упоре у Донг также сегодня идет стрельба убивает он Глоуинг но Делидас на размене у чопера заканчивается смог не готов к этому игрок на воде у чопера еще есть какая-то граната он скидывает молота в дефолт и артфрост может сейчас подловить здесь господи они отдадут и это да они отдали чопер просто господи что происходит чат что происходит а вот и Леня 15-11 ну тьхомы не надо так делать так что у нас тут драка серьезная слово экономика у обеих команд резкий выход через шорт Мэджикс убивает горя из-за столба еще на один фраг но подставился под Гловинга как же Саша хочет выиграть этот матч чопер убивает Гловинга зоник скучается по айдисбалансу есть инфайл должны спирит закрывать этот момент айдзотрясся дисбаланс одна минута на таймере бомба лежит бомба можно стырить для него есть дигл у Гловинга также дигл есть у сейза и скаут у айдисбаланса то он уверенная стрельба 25 фраг для него падает слайпер команды 9 пандас ближайшем будущем это 13 для спирит ну ребята был к в 12 отдавать здесь о смотри пошли туалета пушить пошел вперед и получил а вот иглой он убивает в ряд глобика и клакса еще и чопер на халпе тот же со флешка чопер уйдешь то есть нет Денис Костин есть подробную информацию и первый фраг есть размена Делиты за 2 в 2 ситуация но айдисбаланс красный попадал по нему артфрос в самом начале раунда у Мэджикса неплохая позиция пытается нашить и попадает по дисбалансу да что же это такое спириты и как они это выигрывают но подожди один из лучших клатчеров на этой карте Делидес очень много клатчей выиграл уже для своей команды ситуация 1 в 2 для него есть 26 секунд пачка лежит на дефолте Мэджикс и Зонтикс остаются вдвоем для от команды Тим Спирит видит хэдшот Мэджикс своего оппонента и забирает 14 бомба не была установлена деньги и финансы поют романцы господи вряд ли будет использована под артфроста флешка будет кидаться на сайт артфрост мажет это шанс врывается чоппер точнее дом убивает глобин клахс разменивает ситуация 4-4 прогоняют артфроста дальше за смоки приходит Бори Мэджикс есть у него еще флешка хлопущая гранаты у Спири также заканчиваются у Зонтикса есть один смок врываются просто смоки рискуют Адис Бэнс убивает двух Адис Бэнс остается последним по нему есть инфа 22 секунды пачка пачка где пачка господи все хорошо да какой хорошо 16 секунд пачки нет 15-15 господи что они залили как же тяжело сейчас быть за компами у Найн Пандос они еще и за атаку продолжают играть эти овертаймы пытаются быстро открыть Б Зонтикс Мэджикс делают два фрага Адис Бэнс их поддержать не смог нервничают нервничают ооооо подождите Адис Бэнс убивает Мэджикс через смоки есть три сотых игрока у Найн Пандос также время есть у Найн Пандос чтобы подбирать пачку но пачка лежит прямо в турбе СС отбивает чопера подождите ситуация становится 3-3 у Зонтикса также 23 хп но задача сейчас на раунд хотя бы подобрать бомбу еще и Артфрост уже заходит в спину через коннектор смоков то уже нет будет бузли делидеза а к этому готов к этому готов игрок на монстре Артфрост не пушит на бочках никого не хорошенький никого 4 секунды можно еще подождать Зонтикса почти подорвали на доске минус Артфрост дождался его Денис Костин браво хороший раунд на таймере от Найн Пандос ну вообще полностью 3 в 5 3 в 5 ну подожди сейчас 1 спрей там остался 1 калаш долг уже сменил позицию видеть но нет господи как он 2 смыл что происходит никого здесь не наблюдает Мэджикс забирает буст 5 в 5 Делидес убивает Чопера Донг убивает в ответ Делидеза Гловинг ну кто если не Гловинг будет забирать 17 у Артфроста грызет грызет в Артфроста мало времени да никак просто времени не хватит и тот не угадывает еще Артфроста с позицией взрывается бомба АВП надо бы засейвить сейчас страшно ну ладно дроп подожди а здесь 12500 да тень дает информацию своим тиммейтам пошла перетяжка вот спирит первый падает но есть Гловинг на размене Донг да как же он здесь агрессивно и уверенно играет видит тень первый еще вперед пошел Донг убьют да но ideally сбивает Мэндечатса брана только какой же ты жесткий все таки но это просто неверно 11 баса остается последним 30 секунд в запасе есть информация по игроку 90 должен туда чехать либо нет нет артфрост corp забирают для себя первое лガлан но False как Донг ему очень уверенно играет он про молодец лупилова спирита делают какой-то нашифрованный раунд сразу идут резко под шорт а здесь кладем а ссори ссори что ругал тимур еще и клакс падает 33 из 53 за секунду превращается с изд на воде и есть еще время успели чтобы подождать но все-таки решают закончить и торопится то рачитая в пленте есть на ритей гранаты присутствуют будет убивать убивать ставить его до пикает бомба есть размен смог брошен уже на боба похоже да подожди вот она помощь от бори и он прячется китов нету дисбанса найдет они лежат вот прям здесь должны где-то лежать неужели лежат все все дергать 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 или даже диффузии до конца горе выиграет баррель до моревые горе выиграет он такой не отдает борис 17 17 5 3 ситуация да уж красивый раунд очень красивый раунд прилетает флешка халпующая но гранат очень мало у дефицит есть инфарту должен с длины должен хорош хорош ставится бомба на последних секундах нет не получилось я задинает платье чего убивает дисбаланс 3 в 2 сзади уже крадется и крадется двое игроков на пандос артфрост увидел тень легкий первый размен от тимура остается чоппер у как чоппер их обошел слонга будут ли они его ждать да будут они его ждать но ли нужно дефать клачу и дисбалансу нельзя мазать очень аккуратно доиграть надо а он безумно стоит вот такой вот он уверенный чоппер на последнем раунде этого первого овертайма матч поинтер очередной у наин пандос спины разуме x убивая диридеза но с рожей на размене на классе 44 клакс мута с маках долг его убивает не 5 тонн тащит свою команду ко вторым топом 24 остаются на пандосу а дисбаланса ави gloving 39 фрагов уже александра россия смог 9 а посмотри ну все это 18-18 долг минус 3 да да гоу смотреть вторые оверы чё норм хороший как жесть хороший контент качественный 17600 нас уже смотрит 17000 подписан он каждый день кстати стриме 40 дней уже 47 но ты псих конечно 47 по 8 часов выхода из ямы magic начинает снимать коннектор под молотов donk догадывается donk что может быть gloving на шарах рука тонко и убивает его а дисбаланс легчайшим фрагом связь еще слышит информацию по перемещению игроков игроков в подвале сейчас сразу ротируется а дисбаланс может иметь в сторону б-планта а я за первый фраг нужно выживать падает magic зотик снышевая деле дэзов смоки чопера здесь не прочитает сезет погибает сезет ситуация превращается 3 в 2 численные преимущества затем spirit а дисбаланс и gloving снова вдвоем а дисбаланс смотрит проход сайт если смог вот так вот так вот так вот злодею 38 39 фрагов как правильно у нас пишет чат делят 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 лидерство предположим приедет команда проигравший этот матч на автопати как будто нет как вот и нет 4 в 4 есть уже посмотри агрессивные действия от игроков защиты прям под монстр уже полетели драться находить для себя это фраги классно флешка цель за да какая же своевременная клакс находит фраг и уходит своего позицию домк не дал ему здесь убежать есть информация по голове ловинг просто в дверях погибает на свапе гана 22 показывает на оверпассе выход монстра вдвоем сэйзит очень хорошую размен до просто его как обходе клубнокровно играет есть раз есть еще и смачок можно будет спокойно поставит это снайперская дуэль в я иди в предмещал дефать на морозе флеш все четко и это взятый раунд от просто браво 1 2 а ты понимаешь прикол артфрост и в очень хорошим форме подходят а еще и минус плакс еще и знают по подсадке это третий для спирит 3-0 во вторых овертаймах glowing боже мой что вот у него в голове сейчас происходит он выиграл эту игру на самом деле . в последнем раунде первой половины вторых дополнительных раундов кт удалось соорудить артфрост забрал правую часть туалетов с ним в паре отыгрывает дом у которого сегодня невероятно реактив 1 падает 2 падает но кто если не тонк закончит эту игру артфрост видел игрока не может в этой ситуации в меньшинстве оказываются на инфанда спок лаксу также есть информация флешка прилетает артфрост ноу с попом убивает лакса это конец о боже мой они это выиграли я не верю просто я в это не лакса это конец и